приветствую друзья по матчу спартака с крыльями советов есть что сказать честно скажу крылья советов очень удивили меня по первому тайму потому что я не ожидал что они просто пойдут вперед большими силами начнут не чужой половине поля вступать в прессинг не давай даже спартаку развить как бы атаку в первом тайме я даже не помню чтобы спартак нанес там много ударов поворотом либо создавал какие-то опасные моменты и гол то пришел совсем быстро вы если видели по картинке то что когда пошла атака там джики хотел побежать назад именно почему-то побежать назад чтобы создать как бы искусственный офсайт и тем тем временем он просто перебежал эту линию на пару шагов и когда начал возвращаться назад то естественно уже не успел за его спиной там выбегали уже до двое те которые создали именно вот этот голевой пас отдал гушенков и забил гол первый тайм вообще не не удавался спартак у них как и знаете что скажу там многие говорили да что шамара и соболев выпустят скорее всего сегодня вместе и честно сказать я не понимал как могут соболев и николсон взаимодействует впереди вдвоем тем более еще промес я понимаю промеса соболев чтобы два вот этих высоких форм находились для этого нужны какие-то подачи потому что что соболев не месси что николсон не месси они просто медленные в этом плане для того чтобы обводить уходить на дриблинге и либо на скорости и так далее поэтому вот это вот замена николсона она напрашивалась и хочу похвалить об аскале то что он правильно все сделал поменяв его на зиньковского зиньковский конечно добавил остроты добавил скорости вот этого движения всего и вспомнить я его радиоуправляемую подачу в голову соболеву это просто конфета все конечно вспоминает как они играли и забивали закрыли здесь им тоже это удалось так получилось что матч мы смотрели вместе с моим корешком он как ни странно но он все все же он болеет за коней он ждал конечно что спартак сегодня не выиграет он меня сегодня раздражал просто и когда спартак начал выходить вперед 21 потом 22 я понимаю всю радость и я ему даже в тот момент ему говорил что слышишь игорь вот крылья в первом тайме наиграли как минимум на два гола и крылья должны были по первому тайму если бы они второе так играли они должны были выигрывать кстати помните глушенков пробивал метров 7 где-то может быть девяти в упор в лед пробивал и попал в сельху там счет конечно мог быть 2-0 потому что и спартак ты не создал нифига моментов но игра полностью перевернулась я считаю что у крыльев советов они бы они были очень похожи на тот матч знаете когда спартак играл с факелом когда факел забил гол когда первый тайм факел просто там рвала металл во втором тайме у них просто кончилась батарейка то же самое я считаю произошло и с крыльями советов мне честно сказать жаль самарцев жаль что они находятся на таком месте жаль что у них они мало набирают очков потому что это команды как никакая достойно именно быть выше чем они сейчас находятся потому что их не футбол смотрибельный но спартак показал свои скиллы как говорится показал что может наращивать темп во втором тайме по ходу игры и до конца матча это было во многих матчах и везде ну мускул конечно спартак не показывает потому что единоборство были выиграны в большинстве конечно же самарцами не только в первом тайме даже во втором когда спартак забил еще четыре мяча все равно в единоборство крыльев советов были выше нас ну не знаю на голову скажем так по поводу красной карточки я вот выскажу просто свое мнение знаете даже если пост пусть там была в сайт пусть уже после апсайда джики забивал ворота но вы знаете даже после свистка даже за пределами поля за бровкой бывает иногда стыки и какие-то разбирательства игроков если игрок нарушает правила на желтую либо на красную карточку то судья даже после свистка и и показывает я считаю что здесь он просто был обязан показать красную карточку определить а в сайт и должен быть удар от ворот то есть гола естественно не было но красная карточка по моему было там просто железобетонная не знаю почему тренер постоянно литвиново ставит в центр обороны они в опорную зону если надеяться только на умярова и на прудс его то они честно сказать не вывозят и следующий игра с цска по любому они не вывезут потому что там хорошие игроки добротные не такие как в крыльях советов и это будет очень большая проверка на прочность не знаю я бы конечно поставил бы чернова в центр защиты сделал бы литвиново опорником по краям пусть допустим слева зобнин справа ты уже там ротируй сам смотри может быть денисов может быть и прудцев не знаю то есть варианты все но какие никакие есть но тем не менее можно играть и в другую схему не в 442 не в ромб можно играть как мы играли с зенитом это три центральных защитника где допустим литвинов когда играет в 3 защитника и идет наша атака то вот эти вот 33 защитника скажем которые находятся в одной линии когда идет атака просто выпрямляется и в середине вот этот вот человек это литвинов он просто перемещается на место опорника и в том и три человека которые играют в полузащите они тоже из трех выпрямляются в сторону атаки здесь же и получается ромб где два наконечника промеса соболев я думаю это такая гибридная схема которая может делать так и потом делать вот так то есть я вам просто на пальцах показывают если литвинов незаменим и в опорной зоне и в центра в защите то именно можно использовать вот такую схему тем более с такой схемы у нас получилось играть зенитом где мы выиграли как вы помните 3-0 почему я еще про это заговорил потому что опять тренер сегодня менял защитников и почему-то вышел мебли почему-то вышел маслов непонятно почему не выходит чернов чернов не хуже чем мебли однозначно и у чернова лучше пас вперед как высокий так и средний после ямер длинный пас либо навес так и средний пас поэтому мне непонятно что у них там может быть какие-то взаимоотношения либо на тренировках себя плохо показывать но по игре он показал что он не хуже а так сегодня опять обрезали многие не только обрезал сегодня умяров не только обрезал сегодня прутся обрезал сегодня их лусевич и несколько раз обрезал соболе и николсон терял мячи вот вот это медленные медленные вот это вот в атаке в подыгрыше в приеме мяча когда ты принимаешь очень медленно они разворачиваются для того чтобы найти игрока которому нужно отдать пас поэтому я еще раз повторюсь поменяли и николсона и зиньковский сегодня очень хорошо даже добавил именно сегодня у антона получился я считаю что матч он может и его записать себе в актив надеюсь в следующем матче с цска он выйдет возможно даже в стартовом составе не нужно пытаться шамара и соболева ставить в состав одновременно если ты не играешь через навесы я считаю что ихняя связка должна играть только где-то в концовках матчей где мы проигрываем либо ничья для того чтобы просто загрузить загрузить штрафную площадь верховыми подачами кстати руслана литвинова тоже хочу мы про него говорили и хочу его поздравить сегодняшним голов опять радиоуправляемой подачи от промеса литвинов вообще красавчик молодец замкнул просто прибежал дальнюю штангу ну что скажу пять голов мы забили до очень красивых все хорошие разнообразные и в лед забивали с разворота и с навесов спадать но вы знаете хочу я крылья отмечая допустим что команду очень хорошо играет занимать и взаимодействует играть в короткий пас играют в треугольнички такие знаете как спартаковская игра к чему стремится как бы спартак но я считаю что сегодня вратарь вот этот ломаев он просто не спас не то что не спас он мог бы это сделать там в каких были определенные эпизоды но он сегодня не спас я думаю что это слабое звено у них сегодня соболев лучший игрок матча с этим поздравляю антошка в огне спартак чемпион